Доброе утро, друзья! Потеряли меня, да? Я два дня не выходила. Ребят, некогда просто. Мало того, что работа у нас добавилась ещё на работе. У нас пошёл спрос. И в строительном магазине, и пельмешки, слава Богу. Ну, как бы у нас всегда в мае. Вот людям некогда, и люди начинают покупать получше. Сюда что, встану? Мне два дня просто категорически некогда было подходить к камере. Я допоздна. То там, то тут. Пчёл ещё нужно сейчас готовить тоже к лету. То смотрим, то добавляем рамки. С Сергеем. Работы вообще полные. Я ничего ещё не делала, не сажала. Ни морковку, ни свёклу. Даже не копала ещё под это. Вот, надеюсь, на этих выходных. Ни теплицу мы ещё не перекрыли. Хлебушек поставила. Сейчас уже по формочкам. Вчера приехали в 7 часов с Магнитогорского. Хлеба даже нету дома. Ладно, тушёнка есть в погребе. Приготовила быстренько. Макароны с тушёнкой. Вот. У меня новость. У меня клушечка вывела цыплят. Из 15 штук вывела... Три! Я и то этому рада. Я думала, всего лишь один будет. Один вылез и всё. И как бы больше нету, 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 нету. 11 числа. Так, сюда уберу. 11 числа вот вывела. Я всю ночь не спала, переживала. Ой, она его задавит. Ой, он голодный. Ой-ой-ой-ой-ой. Утром соскочила, принесла его домой в коробочке. Там второй, смотрю, мокренький лежит. Оставила второго. Вот. Потом... Пошла попозже, смотрю. Третий не проклюнулся. Ещё помогла немножко, проклюнулась. Те яйца проверила, остальные все болтуны, ребят. Все выкинула. Потом вот вчера с магнитки приехали. Ещё один родился. В общем, я проштудировала, пока ехала интернет. Чем кормить, как кормить. Купила ПК-2 для цыплят. Ой, Господи. У меня уборка, стирка сегодня. Вот. Ну, короче, вот они с мамкой. Сейчас я вам покажу. Пока в теплице, пока. Вот сейчас надо на выходных куда-то там что-то их, короче, что-то сдвигать, кого-то куда-то передвигать, их в сарайку убрать. И садится вторая клушка. Не знаю. Мне так охота купить инкубатор. Посмотрела, 4 тысячи стоит. На 36 яиц. Потому что и в инкубатор бы положить яйца, и клушка бы села одновременно. И потом подсунуть ей. Ну, чего три цыплёнка? Вот у этой. Слава Богу, конечно. Мама меня ругает. А когда тебе с ними возиться? Ну, раз уж связалась, найду время как-нибудь. Вот что, как-нибудь, Господи. С клушкой ведь уже это другое дело совсем. Ой, сейчас хочу... Мойву вчера купила. Мойву у нас стоит 350 рублей килограмм. Всё, ходила несколько недель. Думаю, ну дорого, может подешевеет. Нифига не дешевеет. Купила вчера себе килограммчик. Ну, не себе, а всем нам. И хочу сейчас на обед почистить её. Не знаю, правильно я её готовлю, неправильно. Но вот покажу, как я готовлю. Вот. Вечером друзья хотят в 6 часов прийти. Просто чай попить, посидеть, поболтать. Давно не виделись. Хотела тортик испечь. Медовый. Но некогда. Ношусь каждый час в эту теплицу. Смотрю этих цыплят. Не могу. Прям просто. Мимимишные такие. Хорошенькие. Не бойтесь, мои сладенькие. Не бойтесь, мои хорошенькие. Не бойтесь, не бойтесь. Не бойтесь, мои сладкие, сладкие ребятёшки. Вот они, мои красотки. Ой, ты какие. Ой, ты какие. Не бойтесь, мои хорошенькие. Не бойтесь, мои сладенькие. Вот она их кормит, кормит. Вот она, вот она. Она научит их кушать теперь. Да мои свои сладкие. Лишь бы она их не задавила. Смотрите, хохолочек, хохолочек. Начёс. Вот они, вот они. Вот они, вот они. У меня тут вся теплица шумит от ветра. Порвалась. Да не бойтесь, вы мои. Не бойтесь. Лишь бы выходить. Вот они, вот они. За ней, за ней, за ней. Вот она их греет. Она их греет. Смотрите, хохолок. Привыкнут, наверное, ко мне. Не будут так рычать. Рычать. Тика, под мамку. Тика, под мамку. Мои сладкие. Вот корм. Водичка. Всё, спрятались. Не будем им мешать. Пойдём. Посмотрите, ребят, какая жирненькая, вкусненькая. Тихонечко включу воду. Прям у меня слюни вообще не могу. Уже бегут. Как представлю. Вот так беру. Вот это икры. Так, очищаю. Не знаю, говорю, правильно, неправильно я. И вот так в чашку. Почему она такая дорогая, я не знаю. Минтай 160-150 уже. А это 350. А это 350. Вот так брюшко ей распарываю. В общем, вот так, ребят, вы меня не теряйте, ежели чего. Меня день 2 не будет. Мало того, что у нас так работает, у нас ещё и к свадьбе подготовка. У Маши выпускной 9 класс. Я уже там мельком смотрю. Я уже там мельком смотрю, какое платьишко ей. Но она не уходит у нас, но всё равно будет выпускной. Расписываться, Семён будет 10 июня тоже. Может, что-то какое-то платьишко надо свеженькое. И Маше, и мне. Ой, не знаю. И вот некогда, всё некогда. Береживаю, надо копать же всё. У нас нет выходных. Вот сейчас пятница. У нас, казалось бы, пельменный цех отдыхает. Магазин и продавец. Но Сергей едет на стройку. На стройку дома. Там нужно тоже работать. Все выходные он будет там. Что-то заливает. Полы, пол. Вот, я сегодня, конечно, не буду пить. Завтра хочу испечь медовый. Потому что мне нужно одну девушку накормить. Отблагодарить. Она постоянно мне гостинцы присылает. В общем, знакомая такая. И мне нужно ей тоже послать. Неудобно. Вот всегда мне нужно. Если мне сделали добро, мне надо отплатить. Вот у нас такая связь. И она, смотрю, покупает блинчики с творогом. Любит. Там, с мясом. И вот я на 9 мая пекла блинчики с творогом. Думаю, ей тоже отправлю. Ну, куда там. Семен же был. Все забрал. Разлетелись. Ну, вот, думаю, не давит. Испеку и отправлю. Во, какая хорошая рыбка. С килограмма, конечно, и наполовину только выйдет. Ну, и вот так и очищаю. Дальше покажу. Сколько уже времени у нас. Ого! Пол одиннадцатого. Можно побыстрее маленечко. Все, ребят, почистила. Посолила мойву. Разбила одно яичко. Думаю, что будет мало. И мука. Смазала противень. Тоже, мне кажется, большеватый взяла. Ну, ладно, пусть. Чтобы мне тесно было. Ну, и все. И вот как бы в кляр. В муку. Немножко неудобно. И вот так вот складываю. Сейчас в ряд. Покажу. Яички какие желтенькие. Блин, не рассчитала. Сейчас мне хлеб в духовку надо ставить. И рыбу надо ставить. К обеду, наверное, не успею рыбу. Сейчас пусть хлеб испекется. Один минус. Потом, когда духовку после мойвы включаешь, например, на следующий день. А там мойва вот жарилась. Потом пахнет мойвой. Долго. Почему-то остается запах. Ну, там пока не нагреется, пахнет. А там нормально. Ну, и вот так вот складываю. Мне это хорошо, что взяла побольше. Вот с килограмма, что у меня получилось. Теперь ставлю в духовку. И смотрю. Я не знаю, сколько минут это все жарится. Ну, минут 20, наверное. Кто хочет до какой корочки? Я люблю, чтобы была прям румяная-румяная корочка. Хрустящая-хрустящая. Ой, ребята, это так вкусно. У меня слюни, вы не представляете, где. Это очень вкусно. Как семечки. Я не могу их потом остановиться. Убираю хоребет, позвоночник и съедаю все. Ой, боже. Вкуснятина. Потом только водичку попиваю или чай. Так, все. Хлебушек поставила. Ждать теперь, когда хлеб испекется. Через час только буду печь. Буду запекать моевочку. Раньше, блин, копейки стоило. Я так часто ее покупала. А сейчас 350 вообще. Вот до такой корочки я жарю. Уже, видите, попробовала. Такая вкуснятинка. Это что-то. Вот так Сергей Алексеевич стоя наворачивает рыбку. Да такого невкусно. Только успевай. Вот прям невкусно. Ужас, да? Ем и больше. Как можно ее с хлебом есть? Я не знаю. Это же семечки. Семечки. Ну куда ты прям в рыбу лезешь? Со своим фотоаппаратом. У нас пасмурно, хорошо. Дождик сегодня весь день. Лужайка просыпается. Уже в некоторых местах надо подстригать. Ну все, на сегодня все. Сейчас у нас приедут гости чай попить. Поболтать. Всем до свидания. Гости приедут. Он наворачивает быстрее. Чтоб не досталось. Ребят, всем спасибо. Всем за комментарии, за поддержку. Ты не стань на меня издеваться. Я тебе сейчас издевну сейчас. Всем до завтра. Всем пока-пока. Скажи пока. Я занятый. Пока-то скажи. Пока-пока. Ну хватит, блин.